Продолжим обсуждение этой темы с депутатом Можелиса Арманом Халыховым. Арман Кобландынович, здравствуйте. Добрый день. Итак, закон принят палатой. Какие ожидания с ним связаны? Как будет осуществляться контроль в сфере теплоснабжения? Ну, во-первых, как мои коллеги говорили в предыдущем видео, мы отдали в рамках рабочей группы и рассмотрения этого законопроекта, отдали всю степень ответственности в один государственный орган, то есть Министерство энергетики. Если раньше эта ответственность была распределена между двумя ведомствами, это Министерство энергетики, Министерство промышленности и строительства, теперь это будет введение одного министерства, я считаю, это профильное министерство, Министерство энергетики. Также, конечно же, будет усилен надзор и, соответственно, усилена будет ответственность. То есть в рамках усиления надзора какие меры предусматриваются, как уже говорилось выше, это плановые проверки, неочередные проверки, проверки по коллективным жалобам населения, потребителей. Эти проверки будут проводиться силами энергонадзора, которые сейчас напрямую находятся в подчинении Министерства энергетики. Соответственно, усилена будет ответственность, или даже сказать, ужесточена ответственность первых руководителей непосредственно теплоснабжающих организаций. Непосредственно также будет усилена ответственность юридических лиц или акционеров вот этих предприятий. То есть значительное увеличение штрафных сумм тут предусматривается у нас в рамках законопроекта. Ну вы вообще как ожидаете, какой эффект будет от этого? Не будет ли так, что это все остается только на бумаге и в целом все продолжается, как было раньше? Ну конечно же эффект, он не будет себя долго ждать, но и учитывая степень износа, конечно же, всех этих крупных предприятий, стратегических предприятий, теплоснабжающих предприятий, я думаю, что есть какая-то будет инерционность здесь проследоваться все равно. Все это будет связано, конечно же, со состоянием материно-технической базы, соответственно. Ну опять же, это же управляемый процесс, обсуждаемый процесс. Каждое предприятие потом будет защищать так называемые паспорта готовности. И государственные органы, контролирующие органы, у которых сейчас пересмотрены полномочия в рамках этого законопроекта, будут проверять на соответствии паспорта готовности и фактическому положению на предприятии. Спасибо большое, Арман Кобландынович, за то, что уделили нам время, подключились к эфиру. На прямой связи с нами был депутат Можилис Арман Халыков. Продолжение следует... Продолжение следует...